привет добро пожаловать на мой канал где я делюсь идеями творческого и экологично направленного подхода к жизни последнее время я склоняюсь все больше к безглютеновой диете и в поисках очередных рецептов я открыла для себя волшебный вкус и простоту готовки хлебцев из пророщенной зеленой гречки и так метод номер один самый простой и самый быстрый начнем с промывание зеленой гречки оставляем ее на несколько часов а желательно на ночь с утра или спустя несколько часов вы видите что зернышки ваши набухли стали мягче промойте их еще раз и смело закидывайте в блендер наливайте воды в зависимости от того какой густоты теста вы хотите на этой картинке у меня слишком много воды не наливайте столько много достаточно просто сравнять уровень гречки и воды добавьте растительного масла и соли и хорошенечко перемешайте в блендере и принципе тесто ваше уже готово консистенция у теста получается примерно такая же как для оладий можно сделать его более жидким или более густым но это вы уже поймете решите для себя путем экспериментирования выливаем тесто на поднос и запекаем при 400 градусах фаренгейта с каждой стороны примерно 5-10 минут опять же зависит от толщины иногда они получаются очень хрустящими и хочу отметить что даже несмотря на то что они похожи на тесто из обычной гречневой муки вкус совершенно другой они даже больше похожи как я и мои подружки отметили на хороший свежий ноздреватый ржаной хлеб из детства даже так ну а мы с вами приступаем к методу номер два вы принципе делаете все то же самое кроме только того чтобы сразу их запекать вы оставляете тесто для ферментирования и тем самым улучшаете свойства в несколько раз вашего тесто на следующее утро или через несколько часов вы увидите признаки ферментации брожения и тогда ваше тесто получается еще даже более воздушным а сами хлебцы получаются более мягкие и ароматные но просто очень вкусно с утренним кофе а у нас с вами метод и номер три после того как вы дали вашим зернам постоять первый день вы их промываете но теперь вы не делать из них тесто сразу же вы даете зернам прорасти вы можете позволять им делать несколько дней тогда вы видите вот такие длинные росточки очень здорово они идут в салат в смузи ну и конечно не менее чудесно они подходят для теста для ваших хлебцев из пророщенной гречки дальше вы делаете все так же как и в первых двух способах загружаете их в блендер готовите тесто добавив соль масло специи иногда я добавляю большое количество лука или чеснока ну а пару дней назад я поэкспериментировала и добавила в тесто картофельного пюре потому что очень захотелось бабушкиных картофельных лепешек или сочнев получилось из маленьких получились вот такие вот замечательные питы в которых можно положить овощи и другие начинки из больших я сделала но наверное в кавычках пирожки с капустой сделала просто прослойку из поджаренной в растительном масле капусты на мой взгляд получилось просто божественно вкусно и очень похожи настоящие пирожки с капустой в плане сочетания а вкуса и текстуры признаюсь в этот день я чувствовала себя даже очень гордой хозяйкой ну а вам и желаю таких же больших творческих успехов успехов на кухне пока